Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписаны, мы бы рекомендовали это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на разные модели машин, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно на нас подписан, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Есть в нашем ассортименте и машины, которые привозятся из Японии, соответственно, без пробега по России, с правосторонним расположением рулевого управления. И в последнее время среди подобных автомобилей встречается все больше и больше практически новых машин, которым 2-3-4 года отроду. Герой нашего сегодняшнего обзора как раз из таких. Этот автомобиль стоит на конвейере до сих пор и относится к продукции крайне уважаемого на территории нашей родины концерна Toyota. В следующие несколько минут обзора мы посмотрим на машину снаружи и внутри, немного поговорим про технику, а также оглядим автомобиль снизу на подъемнике. Встречайте, Toyota Corolla в кузове E210. Corolla E210 это 12-е по счету поколение модели. Эта машина появилась в 2018 году сразу во всем многообразии кузовного исполнения. Автомобиль выпускался в вариантах хэтчбэк, седан и универсал. Он заменил сразу несколько моделей в модельном ряду Toyota. В частности, Corolla Sport, то есть пятидверный хэтчбэк, пришла на смену модели Auris. Седан Corolla заменил Axio, а универсал, соответственно, Corolla Fielder. В нашем сегодняшнем обзоре мы будем говорить про праворульные версии для внутреннего японского рынка. Гамма агрегатов у этих автомобилей была довольно-таки ограниченная по количеству вариантов. Этот автомобиль вы могли купить с одним из следующих моторов. Бензиновый двигатель объемом 1,2 на 116 лошадиных сил с турбонаддулом, который агрегатировался в основном только с механической коробкой передач, либо с вариатором на хэтчбэках. Атмосферный двигатель объемом 1,8 на 140 лошадей, атмосферная двушка на 170 лошадей для универсалов, а также гибридное исполнение, построенное на базе 50-го Prius, бензиновый двигатель которого объемом 1,8 выдавал 98 лошадиных сил плюс электромоторы. Сегодня на нашем подъемнике машина 2020 года выпуска. Дори стайлинг. Пробег машины по Японии 69 тысяч километров, кузов в заводском окрасе. Под капотом 1,8 на 140 лошадей, вариаторная коробка передач и передний привод. Кстати, полноприводными в этой генерации могли быть только гибридные машины. Несмотря на принадлежность к относительно компактному классу Toyota Corolla в кузове седан, автомобильцы вполне взрослыми габаритными размерами. Длина седана 4 метра 49 сантиметров, ширина метр семьдесят четыре, а высота метр сорок три сантиметра. Колесная база автомобиля составляет 2,65. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Corolla 2020 года выпуска демонстрирует нам ровно ту же картину в плане толщины окраса, что и Toyota RAV4 2020 года, который не так давно побывал у нас в обзоре. Разброс показаний толщиномера на этом автомобиле лежит в диапазоне от 72-74 до где-то 100-105 микрон. Покрашено все очень аккуратно и равномерно. Что касается стойкости кузова к коррозии, то принимая во внимание общую неплохую способность Toyota сопротивляться гниению, и в целом небольшой возраст этих автомобилей можно предположить, что на протяжении ближайших 5-8-10 лет мы не увидим гнилых до дыр 210-х Королл, в отличие от одноименных кузовов Мерседеса. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с багажного отделения, тем более, что будучи седаном, эта машина все-таки имеет некоторые фишки, которые добавляют ей практичности. Вдобавок, такие машины, как правило, используются в качестве единственного автомобиля в семье. По каталогу объем багажного отделения седана у Короллы это 429 литров, что, кстати, больше, чем объем багажного отделения у универсала в таком же кузове, и гораздо больше, чем у хэтчбека. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, что же представляет собой багажник Короллы в плане линейных размеров. Первое, на что обращаешь внимание, открывая крышку багажника, на то, что проем здесь довольно-таки узкий, а погрузочная высота не такая уж маленькая, порядка 10-12 сантиметров. Что касается ширины проема, то в средней части это 101 сантиметр. Высота багажника от фальшпола порядка 50 сантиметров, чуть меньше в средней части, а полезная длина в данном случае 98 сантиметров. Ширина багажного отделения по задней широкой части это метр тридцать 6, а ширина между колесными арками поменьше, порядка 1 метра 2 сантиметров. Если вы столкнулись с необходимостью увести что-то более габаритное или длинное, вы можете сложить спинки заднего дивана. Складываются они здесь в пропорции 40 на 60. Ровного пола вы здесь не получите, ступенька сантиметров в 12 все равно будет. Но при всем при этом погрузочная длина у вас возрастет. До спинки переднего сидения в этом случае будет порядка 180 сантиметров. Так что с хозяйственными задачами даже седан корова в принципе вполне справляется. Что касается дополнительных удобств по багажнику, здесь говорить практически не о чем. Есть плафончик освещения, располагающийся на полке под задним стеклом и соответственно ниша под фальшполом. Запасного колеса в данном случае у нас нет ни в каком формате и есть большое подозрение, что его в принципе здесь быть не может, поскольку в тех автомобилях, где докатка является опцией, мы зачастую видим резьбу под фиксатор этой самой докатки. В данном случае нет ничего. Поэтому тут у нас пенопластовая отформованная ниша, в которой размещается штатный инструмент, а также ремнабор в виде, в данном случае, герметика. Компрессор отсутствует. Ну а теперь посмотрим, как обстоят дела внутри у 210 кузова Короллы. На самом деле, попадая сюда, отмечаешь некий возросший уровень интерьера в целом относительно предыдущего 150 кузова и даже 160 тоже. По сравнению с, например, с Toyota Corolla Fielder из наших прошлых обзоров, все здесь выглядит как-то посовременнее и намного удачнее. Что касается посадки в этом автомобиле, здесь она по ощущениям крайне удачная. Сидения у этого кузова Короллы имеют очень ярко выраженную боковую поддержку. Причем это касается и самой подушки сидения и, конечно, спинки. Профиль сидения очень хорошо фиксирует тело в поворотах. Подобное кресло будет крайне кстати. Что касается диапазона регулировок. Рулевая колонка в данном случае имеет регулировку по вылету и по наклону. Причем на этом автомобиле диапазон этих самых регулировок вполне себе достаточный для того, чтобы водитель любой комплекции подобрал удобную посадку. Если говорить про диапазон регулировки сидения, то максимально отодвинувшись назад я вытягиваю левую ногу в колене, даже не опуская подушку сидения максимально вниз. Если же это сделать и соответственно отодвинуться еще дальше в конечном итоге, то я уже прекратил доставать носком пол салона. Так что по запасу пространства эта машина подойдет практически любым водителем. Напоминаю мой рост 1 метр 86 сантиметров. Что касается органов управления, здесь очень удобный руль, который имеет кожаную отделку. Он профилированный и хорошо сидит в руках. Кстати, кожа на руле абсолютно не скользкая. Подрулевые переключатели на месте. Переключается все это дело с приятным усилием, без дешевых пластмассовых щелчков и тянуться к ним не надо. О подлокотниках. С правой стороны у нас подлокотник на дверной карте. Правда, при моей регулировке сидения воспользоваться им у меня не получится, поскольку локоть мой упирается в данном случае в самый край двери, либо в среднюю стойку. Чтобы воспользоваться подлокотником, сидеть придется поближе. Довольно удобной формы здесь ручки, за которой вы будете закрывать дверь. Они крайне основательные и больше подошли бы, скажем, паркетнику, чем легковому автомобилю. Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами, стандартный тойотовский по современным лекалам. Все с 4 стекла, кстати, имеют автоматический режим. Пользоваться всем этим делом удобно. Клавиши под рукой ровно там, где и должны быть. Справа от руля, в нашем случае, корректор фар и клавиши включения-выключения режима автоматической смены света фар, ближний-дальний. На рулевом колесе удобно сгруппированные клавиши управления. С правой стороны все, что относится к круиз-контролю, а также системам активной безопасности, а именно контролю полосы и системе предотвращения столкновений. А с левой стороны клавиши управления мультимедийной системой, громкость, каналы, а также управление бортовым компьютером и телефоном, подключаемым сюда по Bluetooth протоколу. Слева от руля кнопка запуска остановки двигателя. В данном случае руль ее не перекрывает и даже рычажок управления стеклочистителями этого не делает. Так что пользоваться этим вполне удобно. Что касается панели приборов, в данном случае она очень удобная. Это касается и читаемости, и насыщенности ее дисплеями бортового компьютера. Кстати, спидометр здесь полностью нарисованный. Он отображается на большом центральном дисплее. Приборка яркая, красочная, но при этом не перегруженная цветами. Так что по этой части вопросов к автомобилю нет абсолютно. По центру приборной панели у нас огромный дисплей мультимедийной системы. Похожая мы могли видеть в Toyota Esquire. Обзор на этот автомобиль есть у нас на канале. Это действительно многофункциональное устройство. И после адаптации вы в принципе можете использовать его в качестве телевизора, проигрывателя всех видов файлов. Сюда можно подключать Bluetooth. А также по умолчанию здесь есть система навигации. Правда японская и у нас она скорее всего работать не будет. Также на этот дисплей выводится картинка с камеры заднего вида. Причем в данном случае вы можете менять варианты отображения траектории движения. Здесь отображается в графическом виде данные спарктроников и есть возможность менять угол обзора камеры в зависимости от того какой вам в данный момент будет удобнее. Внизу под магнитолой у нас располагается пульт управления системой климат-контроля. Климат здесь автоматический. Управление скоростью вентилятора и температуры реализовано при помощи крутилок. Есть авторежим. Внизу ряд клавиш включения-выключения кондиционера, рециркуляции, эко-режима работы кондиционера, отпотевания стекол, направление обдува, а также включение-выключение подогрева заднего стекла и подогрева боковых зеркал. Пользоваться этим удобно, нареканий нет. Селектор коробки передач. Здесь обычный прорезь прямая плюс курок. Есть возможность переключения вручной режим, когда вариатор будет имитировать 7 физических передач. Перед рычагом располагается клавиша включения-выключения системы стабилизации, спортивного режима работы автомобиля, а за ним клавиша стояночного тормоза и активация функции hold, когда машина удерживается на месте без нажатой педали тормоза. Очень удобно при движении в пробках. Машина трогается, когда вы нажимаете на педаль газа. Что касается бардачков подстаканников и прочих мест для хранения, если мы сдвинем назад центральный подлокотник, который может регулироваться по длине, то внутри мы обнаружим не очень большой квадратный бокс, где будет присутствовать 12-вольтовая розетка и USB-разъем для зарядки мобильных устройств. В центральном тоннеле у нас есть два подстаканника и есть полочка для мобильного телефона, либо для каких-то мелочей, типа ключей. Перед селектором полка, кстати, удобная, она глубокая, ничего отсюда у вас не вылетит. Основной перчаточный ящик в данном случае довольно-таки неплохой по объему. Сюда можно положить документы и даже что-то более габаритное. Он не плоский, а, условно говоря, прямоугольный. То есть здесь достаточная высота. Ну а теперь про обзорность в этой машине. Что касается обзорности вперед. Боковые зеркала в данном случае, несмотря на зауженную краю форму, довольно большие по площади, по меркам легковых машин. Пользоваться ими удобно. Плюс здесь есть система БСМ, мониторинг слепых зон. Так что проблем с маневрированием в городе быть не должно. Обзорности вперед здесь добавляют и дополнительные маленькие форточки в стеклах передних дверей. Линия остекления, кстати, здесь низкая. При моей настройке сидения я сижу комфортно. У меня не возникает ощущения нахождения в блиндаже. Линия лобового стекла повыше, чем боковые. Само по себе стекло где-то далеко от водителя. И передняя панель практически плоская, уходит далеко вперед. Дискомфорта это не создает, но капот на этом автомобиле вы скорее всего видеть не будете ни при какой регулировке кресла. Так что к передним габаритам автомобиля придется какое-то время попривыкнуть. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Когда вы находитесь на передних сидениях этой короллы, ощущения зажатости или дефицита пространства у вас не возникает. Но когда я оказываюсь на заднем сидении, картина несколько меняется. Расстояние от моей головы до потолка здесь минимальное. Фактически я не могу просунуть собственную руку между головой и потолком. Линия крыши слегка снижается к задней части автомобиля. Плюс здесь вертикальная посадка. В седане наклон спинки сидения вы никак не отрегулируете. Вы можете его только полностью сложить вперед для перевозки длинномеров. Сама подушка в данном случае визуально отформована под двух пассажиров. Но при необходимости и при соответствующих габаритах можно посадить сюда и третьего. Комплект ремней предусмотрен. Тоннель на полу не будет сильно мешаться ввиду того, что тоннель этот на самом деле довольно-таки небольшой по высоте. Для задних пассажиров у нас предусмотрен отдельный подлокотник. Он, кстати, достаточно широкий, удобный и здесь есть два подстаканника. Для тех, кто ездит с детьми, на задних сидениях этого автомобиля производитель предусмотрел крепление типа изофикс. Что касается высоты подушки сидения, здесь, в принципе, с учетом вертикальной посадки все в порядке. А вот с запасом для коленей беда. При моем росте 1,86 м, сам за собой я сижу только в таком положении. Колени упираются в спинку переднего сидения. Не касаются, а именно упираются. Правда, спинка довольно мягкая, поэтому к большому дискомфорту это не приводит. Подлокотник справа у нас тоже присутствует в дверной карте, он отделан кожей. И в передней части перед кнопкой стеклоподъемника есть еще один подстаканник для небольшого стаканчика, либо банки. Из дополнительных удобств для задних пассажиров разве что небольшая полочка в центральном боксе и две розетки для USB зарядников. Ну а по части света и обзорности в данном случае в целом все неплохо. Линия остекления у этого автомобиля, как мы уже сказали, довольно низкая, ровная, поэтому в окно здесь смотреть вам не помешает уже ничто. Можно ли отправляться на заднем сиденье этого автомобиля в дальнее путешествие? Да, если вы все-таки чуть пониже ростом. Ну а теперь давайте поговорим про агрегаты, с которыми можно купить 210 королу. Базовым по объему двигателем в данном случае будет являться мотор 8NR FTS. Это движок новый, выпускается он с 2015 года и ранее мы могли видеть подобные двигатели, например, в Toyota CR. По конфигурации этот мотор представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров и алюминиевой же головкой блока. Его объем 1,2 литра, мощность 116 лошадиных сил, а крутящий момент 185 ньютонометров. Вполне взрослые цифры благодаря турбине. 8NR FTS имеет два верхних распредвала, плюс современные продвинутые фазовращатели на впуске и на выпуске. Двигатель работает по циклу Аткинсона и имеет систему непосредственного впрыска топлива. Гидрокомпенсаторами он оборудован с регулировкой созоров, заморачиваться не придется. Привод ГРМ на этом моторе цепной. Этот двигатель отвечает уже современным стандартам токсичности Евро-6 и, соответственно, имеет на борту систему EGR. Масло, используемое в этом моторе, имеет вязкость 0V20, по крайней мере, так приписывает производитель. Объем заливаемого сюда масла 4,4 литра интервала. Его замены, ввиду наличия здесь турбины, это 5000 километров пробега, не больше. Этот движок получился весьма экономичным, с учетом того, что на большинстве модификаций данной Corolla сочетается он еще и с шестиступенчатой механикой, в целом получается довольно неплохо. Машина шустрая и ест мало. Что касается надежности, пока моторы еще слишком новые, чтобы говорить что-то определенно, но производитель заявляет пробег в 200 тысяч, скорее всего, с учетом того, что это все же Toyota моторы отбегают больше, при условии регулярности замены масла и заправки нормальным, бензином октановое число которого здесь не должно быть ниже, чем 98. 8NRFTS еще не успел отметиться какими-то глобальными болячками, но некоторые владельцы отмечают прогрессирующий расход масла на угар, а также довольно быстро забивающийся и требующий регулярной чистки где-то раз в 30-40 тысяч километров пробега EGR. Ну и как многие современные двигатели, к большим пробегам 8NRFTS имеет свойство демонстрировать возросшую шумность работы, главным образом по причине тех самых муфт фазовращателей. Следующий по объему двигатель 1.8, который встречается как в версии для работы в составе гибридной установки, так и самостоятельно, как в нашем случае, это серия ZR, хорошо знакомая по таким автомобилям, как Toyota RAV4. Эта серия уже достаточно старая, проверенная и хорошо себя зарекомендовавшая. Если речь пойдет про бензиновый вариант, то здесь будет стоять два ZR F-AE. Суффикс F-AE указывает на наличие на данном двигателе системы изменения высоты подъема клапанов Volvo Matic, с которой у некоторых владельцев подобных агрегатов на более старых моделях концерна были вопросы главным образом по причине выхода из строя блока управления этой самой системой. А он, в свою очередь, боится нарушения герметичности попадания внутрь влаги и, следовательно, коррозии платы. Объем данного двигателя 1,8 литра, здесь 140 лошадиных сил, что более чем достаточно для этого автомобиля. Это обычная рядная четверка, довольно-таки простая, с фазовращателями на обоих распредвалах, с гидрокомпенсаторами и также цепным приводом ГРМ, который вдобавок здесь не отличается какой-то повышенной хлипкостью. Как правило, цепи на этих двигателях выхаживают до замены более 150 тысяч километров. Формально данный двигатель считается одноразовым, но если вы будете нормально за ним ухаживать, менять масло хотя бы раз в 8 тысяч километров пробега, не перегревать этот мотор и заливать сюда нормальный 95-й бензин, вы можете рассчитывать на пробег под 300 тысяч километров, что с учетом пока еще доступных автомобилей с пробегами менее сотни, дает очень хороший остаточный ресурс. Вдобавок эта серия крайне распространена, именно в версии с волевматиком эти моторы устанавливаются на огромное количество моделей для японского рынка, так что проблем с поиском контрактного агрегата, когда время подойдет, скорее всего не будет. В случае с гибридом под капотом автомобиля будет находиться все тот же два ZR, но в версии FXE. Мотор будет отличаться от обычного ZR отсутствием привычного навесного оборудования, а также фазовращателями только на впуске. Работает версия FXE уже под циклу Аткинсона-Миллера и в паре с ней трудятся электромоторы. Гибридная Corolla в этой генерации повторяет по архитектуре 50-й Prius. Принципиальных изменений гибридная схема не претерпела, но была доработана в сторону уменьшения веса компонентов и увеличения эффективности. Бензиновый мотор в гибриде выдает 98 лошадиных сил, а суммарная мощность установки порядка 122 лошадей. При эксплуатации гибрида помните о необходимости менять антифриз в двух контурах сразу один отдельный контур и электропомпа есть у бензинового двигателя и второй контур с такой же электропомпой у инвертора, представляющего собой сердце всей гибридной установки. Кстати, гибридную Corolla вы можете купить еще и в версии с полным приводом E4. В этом случае на задней оси будет установлен дополнительный маленький электродвигатель, который обеспечит автомобилю более уверенный старт на скользком покрытии. Но вот в части проходимости свою лепту он скорее всего вносить не будет. Да и не внедорожник это вовсе. Если говорить про какие-то недочеты 2ZR и Foyer именно в его бензиновой ипостаси, помимо системы Volvo Matic, которой кстати не будет на гибридной версии мотора, то можно отметить здесь разве что появляющийся к пробегам под 200 тысяч километров масложор. Так что если пробег на автомобиле реально очень большой, да, на дымность мотор стоит проверить. Также поглядывайте за исправностью насоса системы охлаждения, его ресурс на 2ZR и Foyer не слишком огромный. И не забывайте время от времени прочищать впускной коллектор от нагара. Особенно в случае, если вы наблюдаете плавающие обороты двигателя. Ну и последний вариант двигателя, который встречается только на Corolla Touring, то есть машинах с кузовом универсал, это двухлитровый агрегат. Этот мотор самый новый из всей линейки, которую можно найти под капотом данных автомобилей. Он производится только с 2018 года, то есть фактически появился параллельно с запуском этой машины в серию. Двухлитровая рядная четверка развивает 170 лошадиных сил и 200 ньютонометров крутящего момента. И по своей энерговооруженности это самый мощный мотор под капотом 210-й Corolla. На нем также цепной ГРМ и присутствуют гидрокомпенсаторы в клапанном механизме. Из особенностей М20АФКС можно отметить продвинутый впрыск, комбинированный так называемый D4S с 8 форсунками, 4 из которых обычные распределенные и 4 непосредственного впрыска. Соответственно и ТНВД на этом моторе тоже будет присутствовать. Здесь продвинутые фазовращатели плюс балансирные валы. Основная претензия к М20АФКС заключается в том, что у некоторых владельцев проявлялась проблема в виде течи теплообменника системы EGR, которая на этих моторах новой линейки заняла место насоса системы охлаждения и по сути является самой частой неисправностью. Этот мотор также далеко не бесшумно работает, ну и время от времени нужно заниматься чисткой системы EGR, дабы поддерживать ее в работоспособном состоянии. В остальном двигатели эти пока новые и испортить себе репутацию просто не успели. Что касается коробок передач, как шестиступенчатой механики, так и вариаторной коробки для всех версий Corolla, кроме гибридов, где используется планетарный редуктор, каких-то вопросов по надежности к этим трансмиссиям по большому счету нет. До пробегов в 250 плюс эти коробки будут служить. Помните о том, что масло в вариаторе рекомендуется менять чаще раз в 40-45 тысяч километров. Ну а перед тем, как посмотреть новую Corolla снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. Все-таки вопрос этот довольно важный. Каталожное значение клиренса у японской Corolla 130 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, так ли это на самом деле. Самая низкая точка автомобиля в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека, до которой от асфальта всего 12 сантиметров. Выше находится передний бампер, до него порядка 16, но вот резиновый брызговичок это всего 13 сантиметров от поверхности земли. Расстояние от поверхности земли до пластикового фрагмента подкрылка за передним колесом это 14 сантиметров. Порог чуть повыше. Расстояние до поддомкратника в задней части побольше 16. Ну а задний бампер находится от поверхности земли на расстоянии 22 сантиметра, если говорить про его задний край. Кстати, в случае с этим автомобилем ниже габарита самого заднего бампера ничего не свисает. Банка глушителя здесь проброшена поперек, она находится ближе к задней оси, поэтому при всем желании, паркуясь задним ходом, вы ничего здесь не зацепите. Но вот пропускать высокие препятствия между колес на этом автомобиле я бы не рекомендовал. Что касается ходовой части 210 Corolla, здесь на самом деле все достаточно традиционно для данного класса автомобилей. В том, что касается подвески передней, это у нас самый обычный Макферсон. Примечательный момент, Toyota продолжает делать нижние шаровые передних рычагов съемными, так что заменить этот компонент можно без замены и даже без снятия рычага. Шаровые здесь на болтовом соединении. Рулевая рейка у автомобиля, естественно, электрическая, так что никаких заморочек с магистралями гуры и протечками здесь не будет. А вот расположение стабилизатора поперечной устойчивости перед рулевой рейкой на подрамнике продиктует необходимость этот самый подрамник демонтировать для обслуживания стабилизатора в том, что касается замены втулок. Ранее подобные решения мы наблюдали в основном на автомобилях концерна Nissan. Что касается вида автомобиля снизу. Машина 2020 года, пробег по Японии 69 тысяч. Здесь нет ни единого намека на ржавчину. Ее нет ни на открытых участках днища, ни на порогах, вообще нигде. Кстати, что касается антикоррозийной обработки, у этого автомобиля в основном, конечно, она присутствует на швах, но отдельно обработаны и те самые зоны порогов. Так что антикора здесь побольше, чем, скажем, на Honda Fit, но гораздо меньше, чем на китайских автомобилях, которые производятся для нашей страны. Что касается задней подвески, то здесь применена не балка, а многорычажка. На каждую сторону здесь приходится по три поперечных и по продольному рычагу. Соответственно, к определенному пробегу тысячи дек под 200 кое-что из резинок в задней подвеске может потребовать замены. Так что, если вы смотрите подобный автомобиль с большим пробегом, имейте в виду. Кстати, амортизаторы в данном случае у нас стоят отдельно от пружины, что несколько упрощает процесс замены данных компонентов. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в плане доступа для обслуживания, не в пример переднему, очень даже хорош. Ну и, кстати, толщина прута заднего стабилизатора здесь весьма приличная. Подобное встречается в основном на кроссоверах, и то не на всех. Тормоза на этих автомобилях вкруг дисковые, в том числе и сзади. Также в задней части автомобиля мы видим топливный бак, объем которого в данном случае 50 литров, сделан он из пластика, гнить не будет. Но и заливная горловина, проблема Corolla в 120-м кузове, здесь тоже практически полностью резина пластиковая, так что проблем с коррозией вы явно не встретите. Кстати, у гибридов бак поменьше, всего 43 литра. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Corolla 2020 года выпуска с мотором 1.8 на 140 лошадей, вариаторной коробкой передачи передним приводом. Надеемся, после просмотра нашего обзора у вас появилось общее представление о том, что же такое эта машина. Если вы уже купили себе подобный автомобиль и проехали на нем достаточно, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, укажите все это в комментариях. Людям, которые думают на тему, взять или нет такую машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался на нашем подъемнике, есть весьма приличный шанс, что к моменту публикации этого видеообзора машина все еще будет находиться в продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по конкретному автомобилю уточняйте, воспользовавшись контактным телефоном. Он будет в описании под видео. Разворачивайте описание, смотрите телефон, звоните, пишите на WhatsApp. Если обзор вам понравился и оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!